Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эхей, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей Мы продолжаем заканчивать Skyrim Filescar Мы, в принципе, как-то внезапно закончили основную сюжетную линию этого мода Я, если честно, рассчитывал на что-то более длинное, но что-то более длинное не произошло Ну и ничего страшного, мы сегодня в этой серии, как и планировали, с вами закончим Скорее всего О, я так надеюсь, не то что надеюсь, я так подразумеваю. Потому что, в принципе-то, мы все здесь вами обрызкали, ничего новенького здесь нет. Видел какую-то вот хернюшку, пойдем сходим туда, посмотрим, что у нас там. Какая-то разрушенная скала. Вот, пожалуйста, собачка, почему нет? Редко встретишь в Фальскаре, хотя никто не знает тому причины. Это, кстати, да, что-то странное, почему это в Фальскаре нет собак. Проверим мы еще парочку мест, парочку локаций, может, что-то интересного найдем, побьем кого-нибудь, поубиваем. Прям хер его знает, на самом деле, как-то слишком это все быстро. И дополнительные квесты сами собой не брались, что, в принципе, тоже как-то странно для Скайрима. Но это же все-таки неофициальные DLC, так сказать, это же мод любительский. Хотя выглядит он вполне себе прилично, вполне себе хорошо. Мне он, если честно, понравился, но он какой-то коротенький и... Ну, если уж честным быть, не так уж, чтобы прям совсем интересно. И, в принципе, стандартная, типичная история. Люди, херюди и между собой посрались. И в итоге началась глобальная война, которая, к тому же, очень быстро закончилась. Как-то так. Не знаю почему, но как-то так. Как мне попасть внутрь этой хероборинки, мне бы вот узнать. Вон еще, кстати, один пик со словом дракона, я так понимаю. Ой, со словом силы, я так понимаю. Где серьезно сюда зайти-то? Это же не просто так вот место на карте отмечено и все. Здесь же должно что-то быть. Здесь же должно быть какой-то вход, наверное. А, вон. Ну-ка. Или это не вход? Там вот свет какой-то горит. Наверное, где-то наверху пойдем зайдем. А хотя, вот, смотри-ка. А хотя, нет, опять-таки. Здесь все завалено, сюда хер попадешь. Подожди, для чего нужно это место? Мне кто-нибудь объяснит, нет? Оно как бы есть только для того, чтобы показать, что как бы здесь что-то придумали, что-то нарисовали, что-то прорисовали. Как-то это немного нелогично, по-моему, да? Не, а серьезно, здесь ничего нет? Блин, я, если честно, возлагал на это место очень большие надежды. Я думал, что здесь действительно что-то будет. Но здесь что-то ничего нет. А это, наверное, Стальгард, да? Я туда смотрю. Да, это он. Блин, ну это как-то не особо. Что интересно, вон там какой-то лед, еще какие-то острова. Может, там что-то есть? В принципе, можно сплавать. Там не подохнем, наверное, от холодной-то воды. Какие-то же острова там есть, значит, можно туда попасть. Давайте попробуем. И в пяточку нажму на всякие пожарные. То малый сейчас за пределы экрана вылетим. И будет беда. Никаких северных акул здесь нет, никаких китов нет. Дно, в принципе, рядом. Но немного страшно. А, все, конец, да? Окей. Не можете, вы, говорит, идти в эту сторону. В принципе, вот так-то вот мы и быстро закончили эту серию. Потому что здесь больше ничего нет. Это плохо. Ладненько, пойдемте тогда сходим вон куда-то туда. Изучим слово силы. Посмотрим, что там за слово силы. Что там вообще есть. Что там может быть. Прогуляемся по какой-нибудь диагонали от одной точки до другой. Может быть, увидим что-то еще. Хрена узнает. Грустно. Грустно все это. Серьезно, я тебе говорю, прям в грустнях какая-то напала и все. Это, по идее, как бы заключительная серия вообще всего Скайрима. Я вам так вот по секрету скажу. Потому что есть, конечно, еще какие-то моды. Пишут люди, что есть такой-то, есть такой-то. Но, если честно, уже все. То есть я планировал пройти сам Скайрим. И мы, в принципе, его прошли за 80 с лишним серий. Я планировал пройти после него Фальскар. Все, я больше, в принципе, ничего не планировал. Если сейчас начать проходить все подряд моды по Скайриму, у нас с вами... Просто все время уйдет на то, чтобы проходить мод для Скайрима. Скайрим интересная игра. Скайрим хорошая игра. Скайрим, в принципе, заточен даже не столько на сюжет, сколько на разнообразии вариантов прохождения его различными классами, оружиями, приколюхами и прочим делом. Ну, блядь, конечно, будет ошибка. Сейчас, ну, что ты будешь делать, а? Ну, так вот. Запустил я ее снова. И мы с вами находимся в водах очередного какого-то северного ледовитого Фальскаровского моря. Так вот, Скайрим, он не столько на сюжет, сколько на исследование всего подряд, на хождение каких-то своих прикольных классов, идеальных. Здесь, в принципе, очень много всего. Если кто-то, да, вообще захочет подзапариться очень-очень долго, то Скайрим, в принципе, все для этого предоставляет. Здесь есть абсолютно все. Здесь можно сбросить абсолютно все. Здесь можно прокачать абсолютно все. Можно начинать различными персонажами, не прекращая при этом основную игру, потому что вы можете скидывать все свои очки, там, после определенного места. Это менять класс, там, своего персонажа практически менять. Ну, короче говоря, все вот это всем связано. Книжки тут, квесты, тут же уйма всего. Просто тут дохерища всего. За 88 серий мы с вами... 88 же, да, если я ничего не буду. Мы сделали... Ну, мы не все сделали, нихера. Вот в чем проблема-то. Точнее, не проблема, а радость на самом деле. Потому что делать здесь можно гораздо больше. Сейчас мы, надеюсь, не вылетим никуда. Сука, все из-за тебя было, ты представляешь, нет? Ну, сдохни ты уже в конце-концов. Я иду слово силы изучить, а то мне тут будешь херню свою городить. Уйди отсюда. Вот и все. Так вот. В принципе, Скайрим, Уди. Скайрим, это огромная игра. Дай сюда. Триумф, боевой дух. Так, что у нас тут? Берсерк от маячка. Хрен его знает. Что у тебя полезного? Золото, серебряный слиток. Здесь, в принципе, как бы мы... На этой стороне, на этом конце локации обсмотрели, получается, все. На этот остров, я думаю, вряд ли мы попадем. Да, этих островов тоже не доплыли. Здесь мы были. В принципе-то, как бы, можно, наверное... Вот здесь что-то прям как-то мелковато, и вроде как должно быть здесь побольше всего. Давайте портнемся куда-нибудь вот сюда, в монастырь, и попробуем от него пройти по прямой в сторону форта, который там мы сейчас только что проводили мышкой. Может быть, по дороге еще что-нибудь увидим. А так-то хер его знает. Так, давайте я подставлю сюда указатель себе. Куда-нибудь вот в сторону вот этого болота. Где у меня? Вот, в принципе, еще одна пещерка. Ну, пещер здесь мы замечали довольно много. В пещерах-то, по идее, ничего особо такого полезного-то нет. Пещера как пещера. Зайдешь, да и все. Пойдемте в ту сторону. Мы не будем сейчас с вами заходить в пещеры, будем заходить... Да, в принципе, некуда и заходить-то. Просто погуляем, просто посмотрим, что-то еще есть. Может быть, я еще один найдю какой-нибудь незнакомый мне значок, какой-нибудь объект, как мы его нашли. Полуразрушенный... Че там, как это называлось? Где, в принципе, зайти даже нельзя. Тролль, смотри-ка, вот внезапно так прям. Посреди леса обитает тролль, которого... Блёха, не сшибает. Ты издеваешься, нет? А, нет, сшибает. И раз внезапно посреди леса. По-моему, тролли обычно обитали только в горах. И там они были снежные, но это было в основном в Скайриме. Как-то это странненько. Так, еще вот, избушка. Вот это хорошо. Пойдем посмотрим, что за избушка. Может быть, там живет какая-нибудь ведьма, которая нас проклянет, или что-нибудь нам плохого сделает. Хер его знает. Что там может сделать ведьма из избушки? Еще попасть туда как не то. Как тут туда попасть? Это немножко непонятно. Она где-то то ли на горе, то ли что-то. А на городу я хер его знает, как попасть, где мы вообще находимся. Она может быть либо за горой, либо на горе. Давайте попробуем оббежать гору, посмотрим, что там. Просто если она на горе, то я не понимаю, куда добраться туда. В принципе, добраться нельзя, там уже вон туман, там уже облака. Камни рассекают облака. Я хер, ну показываешь где-то там. Какая-нибудь небесная кузница очередная. Чего бы нет-то. Серьезно? Нет, она где-то, наверное, за горой вот здесь. Ну мы туда как-нибудь сейчас по-любому попробуем забраться. Может быть, на зоне это даже получится. Идем прям в сторону нее. Что-нибудь увидим. Хорошего, полезного. Выломанные деревья. Нет, смотри-ка, она прям тут. Ну окей. Как бы на эту гору тоже, наверное, можно забраться, если туда дорога ведет. Музыки никакой нет. Вот это что-то прям странненькое. Хоть бы что-нибудь заиграло. Так, еще какая-то расколотая гора. В принципе, да, здесь местоположение-то еще хватает. Тут кто-то есть. Пайнвейл. Пайнвейл. Пайнвейл, как сложно это звучит. Тут кто злые? А, тут злые ребята. Ты кто? А, мародер, ну да. Эх, тих, 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 тих. Пацаны, хорош, завязывай. Не дури. Каман, давай-ка вы лучше друг другом подеретесь, потом будете командковать мне тут. Ишь ты, раскомандковались. Опа. Вот и все. Я думал, какая-то жилая обитаемая деревня. А тут ни хера. Какая-то гадость. Поможем ребятам немножечко, черт теперь. А то без меня-то явно они справятся друг другом. полдня будут драться. Чувак, не сшибай кастрюлю. Да я тут сутка буду потом варить. Эх, бестолковые вы, ребята. Стопэ. Куда собрался? Умри. О, что они тут забыли? Все раздруг. О, здорово. Ты откуда? Ты давай мне тут. Они грубие, товарищ. Я вообще-то маг. У меня огромные способности к магии. Ты не знал, что ли? Или ты не слышал этого? Все постоянно об этом говорят. Это даже не в курсах. Так нельзя, чувак. Надо знать, на кого ты нападаешь. Надо знать своего противника в лицо. И вообще во все, что можно. Что-то твой противник может тебе лицо сломать. Тут у нас что такое? Тут какой-то, в принципе, вход нарисован. Я на карте ничего не вижу. Это какой-то вход, смотри. Что это такое? Шахта. А, шахта. Ну, шахта, шахта. Что там, может быть, в шахте? Очередная куча мародеров. Неохота. Пойдемте вот к этому значку. Я не знаю, что это за значок такой. На пещеру не особо похоже. Похоже на какую-то треснувшую скалу. Может быть, там в натуре что-то потрескалось. Может, у кого-то харя треснула от наглости. Хер его знает. По-моему, посмотрим, проверим. Если что, попробуем зашить эту харю. Потом посмотрим, что она требует. И сломаем ее еще раз. Вот какое-то пастбище. Какие-то ребята тут живут, скорее всего. Пшеницу выращивают. Здесь, кстати, весьма опасный неблагополучный райончик, судя по всему. Потому что здесь обитают мародеры. Я бы на месте этого пшеничника переезжал бы куда-нибудь в другую сторону. Потому что тут как-то дерзкие ребята живут. А видишь, могут налоги собирать, там, рэкетом заниматься. Еще что-нибудь. Просто избивать приходить. Нахер оно надо? Может быть, как раз-таки тот фермер, мы по нему придем, он скажет... О, музычка заиграла. Скажет, меня, короче, достали местные мародеры, разбойники, просто пупыри. Давай-ка ты с ними разберешься, а я тебе дам вареную кукурузу. А я скажу, ну давай, я их уже убил. Вот неплохой выбыл, квыц. В награду вареная кукуруза. Че нет-то? Замечательно. Нет, все-таки какая-то пещера, судя по всему. Ох ты, повезло тебе. Ладно. Просто ты такой везучий, живи. Какая-то странная пещерка, если честно. Может, там что-нибудь такого хорошего? Северный проход? Северный проход куда? На север? Да ну на, ну-ка пойдем. Не вылетай, пожалуйста. Спасибо. Че за северный проход? Куда он проходит-то? Просто... На протяжении многих лет эти врата были запечатаны, блокируя проход в холодный и опасный северный предел Фальскара. Возможно, когда-нибудь они будут распечатаны. Скорее всего, разработчик данного мода хотел дописать что-нибудь сюда. Но у него либо не хватило сил, либо времени, либо перестало работать и подбадривать его его желания. Он сказал, что хер вам, а не север. Ребята, ждите, ожидайте, возможно, когда-нибудь. Но нет. Пообещал. Хотя он ничего не обещал. Фраза «когда-нибудь о многоточии» подразумевает в себе то, что ты хер этого дождешься и можешь закатать губой этого никогда-нибудь. Такие вот дела. Ой, смотри-ка, вот тебе ясминоги, вот тебе еще и какая-то бляха пещера и что-то еще. И вон там есть какая-то крепость. Давай все это по-быстренькому обойдем, обсмотрим, обглядим, обшастаем, обрызкаем. По идее, вот это херня, как она правильно называется, я не понимаю, не пещера, а какая-то этот. Короче говоря, тоже внутрь надо входить, какую-нибудь херню там искать. В принципе, так-то здесь ничего нет. Вот какой-то форт есть. Его, в принципе, можно обобрать сейчас. О! Жущащий листочек, помним такие, помним. Где-то квест такой был, где запаришься их искать. Знаете, под водой мы поплаваем. Мы давненько не плавали с Карим под водой. Мы, в принципе, вообще вроде в Карим не плавали под водой. Давайте поплаваем, что проблема-то? Можно лосось поймать. Можно еще... Оу! Нормально тебе, да? Хорош! Помыться зашел, смотри. Красава какая. Я, главное, плаваю, а он тут уже моется. Ну ты посмотри на него. Ой, тихо. Где бандиты? Где все? Кого убить? Вон великаны, кстати говоря. Чуть-чуть мы до них не дошли. Это мельница вообще какая-то водяная? Или что это такое? Работает на водяном колесе. Мамонтова крепость. Ммм, хорош. То есть здесь главный противник и главный босс мамонт? Было бы неплохо. Ага. Ага. Вижу. Спокойненько. Сейчас кого-нибудь отоварим. Ну это тоже, наверное, мародеры какие-то, да? Грабитель. Ну, естественно, грабитель. Конечно же, грабитель. Кто же еще? Прощай, грабитель. Больше ты не будешь грабить. Я сделал только что полезное дело. Я убил грабителя. Правильно сделал. Это же нехера грабить никого. Да где там еще какой-то грабитель где-то был? Ничего себе у них тут вход серьезный такой. Вон еще одна грабительница. Блин, на туре смотрят одни бабехи. Это может какая-то женская банда? Нет. Бародера слышу. Давай, давай, давай. Все, мать. Допизделась, как говорится. Кто там? Какой-то там орк вообще. Не, орков нахер трогать не надо. Так давайте я заряжу свой клинок. Опять у меня разрядился весь. Зарядить. Черная звезда. Черный камень душ. Все логично. Кто-нибудь тут пустоватенько. Вроде такая здоровая крепость. А бандитов раз-два и больше нет бандитов. Что за херня? Что тут все скучно как-то? Ну, хоть какие-то живые люди. Хоть кого-то. Почикать чуть-чуть. Посмотрим, что тут за вход. Сможем ли пробраться внутрь. Если не сможем, придется орка завалить. Потому что что это за херня? Мы пришли, а зайти не можем. Не по... Сможем... Э-э-э-э. Не понял. Как мне туда войти? Где-то же должен быть вход. Бляха, ну придется орку на это отвечать, я так понимаю. Сидит, дрова колет. Оп. Оп. Он колет дрова, мы заколем его. Все же логично. Вот так-то. Так, а может у них у кого-то ключ есть? Золото, отмычка. Блин, просто где вход-то в натуре нормальный? Не может же быть эта крепость без входа? Хотя, что это не может? Там тоже была крепость, тоже без входа. А это единственный, кстати говоря, вход, в который мы можем пробраться. Остальное это, в принципе, не того. Ты не залезешь сюда? Почему? Хорошая крепость! Практически прям, нет, а как попасть в натуре? У мародеров в этих, вроде, ключей никаких не было. А вот сунучок какой-то. Эксперт, ты посмотри, а. Эх, ты ж, мать твою, смотри, сломалась. Эксперт. Нет, 65 золота за эксперт. Отлично просто, прям огонь! 65 золота за сундук с экспертом. Красота! Замечательно! Может, тут как-то перепрыгнуть, а не знаю, перелететь. Опа. Дорога. Приятно было пообщаться с вами. Так, ну нет, ты посмотри-ка. Хер-то там. Блин, как же туда попасть-то? Корзина попыталась, у корзины не получилось. Может, это реально что-то просто недоработанное? Типа, должно было быть, но пока что нет. Как и с северными воротами, с северным проходом. Там ведь, кстати, даже никакого действия нет. Обычно там, типа, ворота открыть, а тут вообще нихера нет. Значит, они не работают. Это вообще не дверь, если что. О, о, о. А, блядь, правда, ты мог опять. Это как бы не дверь, это какие-то колия, которые, по идее, должны открываться изнутри. Только как в это изнутри попасть? Реально тут входов-то нет никаких. Наковальни, херальни и все. Да, ты бы смотри, что-то как-то не так. Что-то как-то не то. Что-то как-то не тут и что-то как-то не там. Это что? Открывается. Неплохо так. Неплохо, но непонятно. Так, ладненько, здесь мы, получается, с вами обошли. Куда еще мы сможем с вами сходить? Как бы вот тут пустая область. Пойдемте попробуем сходить сюда. Сюда и до той пещеры, почему нет? Норды Фальскара куда лучше относятся к представителям других рас, чем Норды Скайрима. Да-да-да, этот норд взял только что и от меня и помер. Поэтому он хороший, он на меня не напал. Куда-нибудь, я не знаю, руины Хольма. Куда-нибудь вот сюда. Почему нет? По этой диагонали прогуляемся. Прогуливаться надо в конце-то концов. Я, кстати, забыл запустить таймер, поэтому я не знаю, сколько я записываю. Но мы сейчас еще пару с вами диагоналек пройдем и закончим на это. Не знаю, сколько по времени выйдет. В принципе, не важно. Как бы последняя Скайримовская серия. У кого-то уже слезы на глазах навернулись. Да? Ну, ладно. Какие слезы? Скоро говорят, шестой тест объявят. Или как там, расскажут про него, анонсируют. Потому что вроде как я читал в каких-то новостях, что Bethesda Softworks что-то планирует привозить крупное, но так как у них крупное все уже анонсировано, им даже непонятно, что анонсировать, кроме как Скайрим... О, Скайрима, кроме как The Elder Scrolls 6, в принципе, больше у них ничего не остается. Поэтому будем надеяться, будем верить на то, что... Будем верить в то, что они действительно возьмут и объявят нам, что... Етой, твою мать! The Elder Scrolls 6! Ожидайте весной 2017 года, например. Ну, может быть, в 18-м, хотя вряд ли. В 17-м, наверное. А может быть и зимой 16-го, чё уж там. Если уж радовать, так до конца. Сказали зимой 16-го, и все просто упали в овраг, потому что нихера себе как классно. Весной, зимой 16-го года выходит The Elder Scrolls 6. А? Хорош, да? Вообще нормально. Я бы был рад. Мы бы с вами... Ух, чё там замутили? По-любому, чё-нибудь замутили бы. Только так. Как-то того же нихера особо-то и нет. Есть какая-то домушка, только она опять-таки непонятно где. Опять она, наверное, за скалами, за этими. Херово просышь. Так, ещё какая-то крепость. Где это всё? Блин, да всё на той стороне, да? По-любому получается. Ну, вот она, да. Как-то в ту сторону попасть. На ту сторону никак не попадёшь. Даже великие читерские прыжки нам вряд ли здесь помогут. Блин, надо на ту сторону топать. Тут как бы мы полдня будем обходить. Давайте вот отсюда. Отсюда и пойдём в сторону маркера опять-таки. Даже не будем его передвигать, чтобы особо не париться, не мучиться. Просто пойдём в его сторону, там получается. Блях, опять медведи. Чё-то этих медведей здесь слишком полно. Вон ещё какая-то непонятная... Что это? Гусеница на карте у нас вон на радаре появилась. В той же стороне, в принципе, что и наш указатель. Пойдёмте проверим, что это за гусеница. У меня на самом деле не особо помню, что это такое. Даже представить-то не могу. Это какая-нибудь фермерская хозяйственная поля, скорее всего. А, вот как бы и серп-то с этими пшеницами, которые в прошлый раз не посетили. Так, что его тут не видно. Ну чё это такое? Чё это такое? Версии, версии, версии накидываем. Чё это за значок? Чё он обозначает? А, это подземелье какое-то. Ну вот, судя по всему, да, какое-то подземелье. Опачки. Роща звёздного света. Опа. Здорово. Не дури. А так-то ничего здесь особо и нет. Пещера. Вон ещё одна замечена была. Вот пещера. Вот пещера. Две пещеры рядом. Ну опять-таки пещеры. И я не пойду. Ничего особо не интересного. Сейчас ещё пару бандитов на той крепости завалим. И всё. И тогда уже действительно можно будет сидеть и рыдать от того, что заканчивается. А точнее, уже практически закончился Скайрим. Там-то всё. Осталось, по идее, у нас с вами два здания. Вот это и где-то там та крепость. И всё. Грустно это, конечно, грустно. А чё ж поделать? Чё это было сейчас? Грустно это, чё ж поделаешь-то? Я серьёзно. Я рассчитывал, что этот мод сюжеткой своей будет подлиннее. Причём в начале я говорил, что специально искать квесты как бы не особо-то хочется. Квесты должны сыпаться сами по себе. Но они почему-то... Чё это за херня происходит? Но они почему-то решили на меня не сыпаться. Вот печально. Это кто у нас? Это он разбойник какой, что ли? Ща мы ему, сука, организуем за разбой. Тут побыреку. Постоялый двор, листья сеня. Так, ты разбойник? Нет, ты кто? Грабитель. Одни грабители в другом. Ну посмотри, одни грабители. Как же так? Как же вам не стыдно? Ой. Ой. Тихо. Ха-ха-ха, меня кто-то запалил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спокойник, надо было сильно её так уделать. Давай, глаз, уходи. Тут так много грабитель, смотри. Точно были какие-то звуки? Точно, чувак? Может быть тебе послышалось? Ты уверен в своём выборе? Опачки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не кипишуйте, ребят. Не кипишуйте, всё нормально. Опачки, чуть-чуть. Сейф. Пустой сейф. Как странно. Как странно, что в сейфе ничего нет. Нахер он-то нужно, если в нём ничего не хранят. Так, орк, подожди-ка. Ай-э-эй. Твою мать, он врезался в меня. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты давай, мне так просто не налетай. Так нельзя. Где там последний? Да иди сюда. О, и ты стрелок, ни хера себе. Так-то ты опасный парень. Каджит. Был каджит Нет, каджит Странный Странные дела, кстати, послушал музыку Из фальсхара, официальные саундтреки Неплохая музычка Причем, это я про пост в паблике говорю был Причем все говорят, что понравился Четвертый, четвертый, а мне почему-то понравился пятый Пятый прям вообще такой шикарный Лучше, чем четвертый Серьезно, я тебе говорю Можешь даже не спорить со мной, пятый прям вообще нормально зашел Пятый прям хорошо, хорошо забежал Че такое, кто, кто Идите, ты что делаешь в хоровую Так больше не делал никогда Алло, где Непонятная комбинация клавиш, которая привела к тому, что мне надо Тщательно Где крепость, да и что же вы так все наверху-то запрятали К вам хер залезешь Но мы постараемся Мы залезем Мы можем Идите, ты мать, могем Опа Мародеры Чтоб сомневался Во всех крепостях Либо мародеры, либо грабители Одним словом Бандюганы, блядь Схомуха Ну где вы? Раз Вижу одного Жалко Жалко Нельзя как в Фаркрай Пометить Чтобы было видно, куда они передвигаются До всей кучи Застава Горный кряж Она разбила мне сердце Всегда так О ком это ты, мужик Я бы тебя послушал, но, бляха, надо тебя убить По крыше пойдем Смотри, как Реально как убийца Все думают, я приду по дороге Уходи или пожалеешь Ты сейчас к кому? Ты же меня не видел Чуваку Собаку какую-то убивают Ну-ка О, бычки Будем думать, что его убила собака Ты дурак, что ли? Ты без меча вышел Ой, мляха, муха Она, короче, взяла и закрылась Тем самым, сказав про то, что Заканчивай Я не знаю, то ли это от этого мода То ли это от того, что Просто Скорим уже давно не переустанавливается И давно уже висит И весь, я не знаю, может быть Подзасрался с чем-нибудь Хотя я вроде ничем, кроме текстурных модов Официальных, которые в стиме есть Я не подзасирал Ну да ладно Вот такой вот, в принципе, у нас был Скорим Сколько там, если я не помню В 80 с чем-то серии Плюс 8 серий отсюда Какие-то странные У нас на 3-8-ке получились Дьявольское прохождение Скорим практически На этом мы закончим с ним Так сказать, с концами Ничего грустного в этом нет Ждем шестую часть Может быть Когда-нибудь Да не может быть Когда-нибудь Мы с вами возьмемся За Обливион Но это будет Совершенно не сейчас Это совершенно другая история Это будет в далеком-далеком будущем Но когда-нибудь будет Поэтому Ссылка на поле Со всем прохождением Будет в описании под видео Я имею ввиду Фальскара Прохождение Скорим Найдите на канале Если не смотрели еще И вдруг возникло горячее желание Посмотреть С удовольствием Приглашаю вас всех На просмотр Так сказать И ссылка Подписывайтесь на канал На паблик На твиттер Комментируйте Ставьте лайки И Скачивайте Скорим Скачивайте Его по-моему В стиме сейчас стоит Вообще копейки Легендарь эдишн В которой встроены Все официальные DLC Это Драгонборн Хелсфайр И еще какой-то Не помню Один как называется В общем Полная куча Все А мы на этом Закончили со Скоримом Всем до встречи И всем пока Раньше здесь был мат Субтитры сделал DimaTorzok